Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто текавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениям. Глядите в выпуску. С первого дня в Беларуси повысится померы и помощи по доглядам за детям в возрасте до трех годов. Арендного жилья можно позбавиться навод при двухмесячной запозиченности за оплату жильево-коммунальных послуг. Важны напомины об корыстане неправатизованной кватерой. Як открыть агросядибу, ть можно сподеваться на державные субсиды и банковские кредиты, где взять необходимое помешкание, яке оплатить податки, расскажут специалисты. И на приканцы программы информация об ценах на дашные рослины на рынках Гомеля. С первого дня в Беларуси повысится померы и помощи на детей в возрасте до трех годов. Они возрастут на сумму, прикладно, от 7,5 до 9,5 динаминованных рублев, в зависимости от количества детей у семьи. Нагадаем, такие выплаты переглядаются раз в квартал и залежат от среднемесячной зарплаты за попередние три месяцы. Коли за гэтый период яна знизилась, то и по меры допамоги застаются на ранейшому зроуні. Менавиды тому, а пошній раз яны повышались не у маи, а у люты. Якими будуть суммы выплат у ближайшие три месяцы, глядзіться у наступной таблицы. Протягиваем выпуск. Як вядома, с першого ліпеня уступіў силу указ о праватизаціі жилля. Кватыры, які господары не пажадали перевести вау ласнаць, стали комерцинными, са што месячной аплатой за их корыстання. Існуюць два важныя моманты, аб яких павінны ведаць жихары арэндных кватыр. Першы. У рахунак павідамлення да аплаты за жилёва коммунальныя паслуги дадався новы платёж за корыстання комерцинным жилём. Йон различны з улікам понежаючага коэфіціэнта, ступені добраупорадкавання, населенага пункта і района знаходжання кватыры. Другі моманты за неплату жилёва коммунальных паслуг без уважливых прычын на протягу двух месяцаў можна пазбавіцца кватыры. Причым выселіць даужніка і членов яго сям'ї без прадаставлення іншый жилплошы. Вырашаць пытання, в выселіні будзе суд, а у кватыры даужніка адклюшаць ваду і електроэнэргію. Калі жоу піры адсудовага разбіральніцтва запазычынаць пагасіць, выселіні можна пазбегнуць. Жилёва організація павільна адазваць іск. До інших тем. Амаль две сотні аграсядіб знаходзіцца на тэрыторію Гомірськай в області. Пік іх адкрыця прышовся на 2007-2008 гады. А пасля раптом запаволівся. Уапошній час актывнаць ў гэтым секторы еканомікі пайшла на спад. І дарма, лічыць спеціалісты. Бо гэта не толькі популярны від адпачынку для туристав, але і махчымасць, наприклад, для беспрацовных заснаваць справу, якая будзе прыносіць даход. Зразуміла, гэта затратна, патрабоя ведаў, сіл і энтузіазму. Але ці кожны можа знайсці худкі і лёгкі шлях до вялікага прыбытку. Сьогодні ў праграмі мы расскажым абазах адкрыця ўласныя аграсядібы. Дзе ўзять памяшкані, які аплатіць падаткі, хто даць крэдыт, ті ўсь махчымасць отримать безвыплатную субсидію і як зрабіць так, аба вас доведалися турысты. Для того, щоб открыть агроусадьбу, необхідно прежде всього желання челіка, котрый зарешив займатися цим направлением деятельности. Ему необхідно обратиться в местний сільський совет депутатов, написати заявлення, оплатити одну базовую величину, которая сьогодні составляє 21 рубль, і зарегістрироваться в налоговій інспекцій по месту жительства. Колі вы не маєте ваўласності падыходячай нерухомасці, як кажуть, дамка ў вёсцы – не бяда. У агро сядзібу можна перетворыць амаль любы будынак. Наприклад, фонд «Гомір Аблдярш Майомасць» пропановує дапродажу каля 180 аб'єктов нерухомасці, большу ўчастку з яких – для вядзення ўласной подсобной гаспадаркі. Гэта значыць, тут можна размястіць і сядзібу. Большинство із них – это бывші децкі садзікі, школы, клубы, фапы, то есть те, которые, в принципі, по їх характеристикам можна іспользовати піджилье. Неиспозмvenes компей plyadan crookedа недвіз exhibition можна приобрести на аукціонних торгах як юридическим лицам, так і фишіческим лицам. І також на аукціонних торгах, які прово книженіbie будиці по оціночній стоній об'єктові недвізімені Terr� albo з їїHarунно підніженням до 80% а також на аукціонних торгах за одну базову величину. За одну базову величину объект bundи можна приобрести и также физические лица с условием реконструкции по следующим под жилые помещения либо для ведения личного подсобного хозяйства, что в принципе подходит субъектам агроэкотуризма. Каб открыть агросядибу, комитете по праце, занятости и социальной обороне можно отримать безвыплатную субсидию. На ее могут различивать официально зарегистрированные беспрационные, которые выращают открыть властную справу, наибольшую запотребованную для пыльной мясцовости. Субсидия предоставляется для жителей города в размере 11-ти кратной величины бюджета прожиточного минимума, а для жителей, проживающих на селе, в размере 15-ти кратной величины бюджета прожиточного минимума. Если это на сегодняшнюю дату, то 18,7 миллионов и 25,5 миллионов, соответственно, это по состоянию до деноминации. Зрозумело, гроши невеликые. И когда их и улазных сродков не хапает, то можно отримать специальный кредит для открытия агросядибы в Белограпрамбанке. Сумма 2000 базовых величин, альбо 42 динаминованные тысячи. Кредит выдается на 7 годов под 5% годовых. Это для физических особ. Для сельгаз-организации на 5 годов под таки же процент. Чтобы его отримать, в первую очередь нужно иметь домовезцы, быть платежоздольным, чтобы сельчасово погашать кредит и предоставить необходимые документы. Для того, чтобы начать эту деятельность, физическое лицо должно сначала зарегистрироваться, заплатить сбор одну базовую величину и подать заявление о том, что он хочет заниматься этой деятельностью. Затем ему нужно обратиться в районный исполком. Там создана специальная рабочая группа. Рабочая группа осуществляет выезд к человеку. В эту рабочую группу входят как представители райисполкома, так и представители банка, так и представители объединения отдых в деревне. Рабочая группа выезжает, оценивает. Если дается положительное заключение, то пишется заключение. И с этим заключением уже человек обращается в банк непосредственно для получения кредита. Далее мы рассматриваем пакет документов в кратчайшие сроки. Все реально, все быстро, если это все соответствует целям деятельности, соответствует указу президента. Мы рассматриваем, предоставляется обеспечение, рассматривается и выдается кредит. На сегодняшний день у Гомельской области открыто свыше полсотни кредитных линий для организации объектов агроэкотуризма. Что до податковой базы, то тут все просто. Для того, как быть господаром сядьбы, не треба регистроваться у якости индивидуального предпринимальника. Но необходимо быть прописанным и постоянно жить у везца или маленького поселка городского типа. На сегодняшний момент ставка сбора у нас одна базовая величина. То есть это 210 тысяч рублей или 21 рубль в деноминированных уже рублях. До начала осуществления деятельности такой субъект должен написать, информировать соответствующий совет депутатов местный и может приступать. И обязательно оплатить сбор до момента осуществления деятельности. В дальнейшем сбор уплачивается не позднее 28 декабря на следующий год. Сегодня мы расскажем вам, кольки каштуть дачные рослины на Центральном и Прутковском рынках Гомеля. На Центральном одразу привабили кусты ажины. Господары не пропонувают свыше десятка сортов этой корыстной и смачной ягоды. Самые экзотичные виды дают ураджай ажины по мерам с грецкий орех. Кошт от 15 до 20 рублев за саджанец. Суницы садовые от 50 копеек до 2,5 рублев за куст. Малины по 5 рублев, появился шмат лилей, от рубля до 5 за куст. Хризантемы можно набыть на обо двух рынках по 1,5-2 рубли. Флёксы от рубля до 1,5 рубля. Ружина Центральным от 3 до 4,5 рублев. На Прутковском по 10. Цены на гэты и иншые рослины у таблицы. На гэтыму мяне ўсё. З вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдя в эфир на початку вересня. До сустрэчы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова